Добро пожаловать на уникальный проект Грейр П. На карте присутствует собственная специальная карта для разных профессий и организаций. Нет помойного доната, адекватные правила, быстрая работа администраторов, много нового и того, что вы еще не видели. У нас есть уникальные плагины, такие как Виндиговые машины, уникальные маники с разной прокачкой, специальная профессия алхимика с уникальными машинами для создания всяких смесей, ученые, которые добывают руду и строят ракеты для заработка и многие другие плагины у нас на проекте. Перед тем, как ролик начнется, я хочу парарекламить свой телеграм-канал. Там я пишу достаточно часто что-то из ИРЛ, бывает делюсь кусочками из новых роликов, которые еще не вышли, но уже в процессе создания, а также, самое важное, я делаю там анонсы стримов. Почему важное? Потому что нигде больше я о них не пишу. Если у меня планируется стрим, то вы можете зайти в телегу и узнать об этом сразу же. В общем, чекайте первую строчку в описании ролика, жду всех и каждого. Здарова, народ! Если что, в этом ролике будет минимум пояснялок и всяческих стоп-кадров, чтобы вы могли насладиться по-настоящему контентом, срачами и прочими перепалками. Ладно, основная причина кроется не в этом, а в том, что каждое из нарушений в этом ролике — это пятикратно переваренный кал, который мы разбирали сто раз в прошлых роликах. Просто в прошлых роликах мы этими стоп-кадрами отводили намного больше экранного времени разбором этих нарушений, нюансов и так далее. А здесь же я просто не вижу никакого смысла, чтобы вам в тысячный раз объяснять, что такое феррп, фрикил и так далее. Сегодняшняя подборка донатных овощей достаточно особенная, потому что каждый из этих экспонатов будет пытаться вам доказать свою невиновность и также будет пытаться угрожать вам снятием, банами и варнами. Ко всему прочему, они достаточно охотно идут на конфликт, это первое. Потом они ведутся на любой конченый байт, который я придумаю на коленке, это второе. Ну и третье, некоторые из них неправильно посмотрели все мои ролики и решили, что если нести всякую херню без остановки, то можно остаться невиновным. Привет. Привет. Тебя нарушение. Ты убил того челика без причины, правильно понимаю? Тогда у тебя RDM 10 минут. А, извините, а в чём был, бля, прикол? У меня вопрос такой, вот он шёл, 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 решил челика бахнуть, он знал, что он отлетит. А смысл это делать было? Чем он руководствуется, блядь? Нет. Тихуя себе, кого-то пизданули, здесь или нет? Да, здравствуй. Чего? Давай, пока. Можно обратно, да. Встаньте оба лицом к стене, здесь было совершено убийство и выстрелы были слышны. Лицом к стене оба, один который сидит, другой который стоит. Добрый день, добрый день, я джиггернаут, мэра, всё хорошо. А можно я вам объясню ситуацию? Лицом к стене, оба спустились сюда, встали. Вот этот парень, вот этот парень со мной был, Мадара, вот это мой друг. Я тоже тут был. И вот этот тоже мой парень-друг. Это оба мои друзья. Что здесь произошло? Смотрите, короче, рассказывал ситуацию. Они-то стояли играть, короче, что-то там. Извиняйся, это били. Да, они там, короче, в чём они наверху тут? Вот там, смотрите, отойдите, давайте пройдём. Вот здесь вот сидели два товарища полицейских, короче, сюда залетел военный. Убил. Да? Что ты сделал? А чё он упал? Я не пойму. А чё случилось-то, блядь? Курай, чё он упал? РДМ, ФИРРРП, у тебя нарушено РДМ и ФИРРРП. Обосной, обосной. Не, давай, смотри, если ты заборишь, молодец будешь, у тебя разбор свои жалобы. Ты чё, тупой или ты глухой? Я тебе сказал, у тебя ФИРРРП и РДМ, выдавай себе наказание. Где я тебе? Давай, обоснуй РДМ, обоснуй РДМ. Зачем мне тебе что-то обосновать? Ты убил без особой на то причины. У нас, у меня была особая причина. У меня в руках был мини-гант и я это видел. Я тебя убил за то, что ты видел у меня оружие и мог потенциально арестовать меня. Но я же этого не сделал. Значит, у тебя не было как таковой причины. Стой, я на это внимание специально не обратил. Зачем ты разбираешься в жалобе? Смотри, поставь. Зачем ты разбираешься в жалобе? Постой, я знаешь, что сейчас сделаю просто? А я задам тебе один вопрос. Ну? А вот ты куратор. Будешь ли ты себе сейчас выдавать наказание за ФРРП и нарушение РДМа? 20 минут. Нарушители на Мэджике, ну, слишком туго мыслят. И поэтому им нужно с тактом, с чувством, с расстановкой объяснять, что они сделали и что от них требуется в данный момент. Вы сейчас спросите, ты же его можешь сам забанить, почему ты этого не сделала? Я вам отвечу, я просто прорабатываю новые байты. Вот и всё. Плюсом челики, которые играют здесь на бандитах, ну, слишком отбитые. Они будто въебали 2 кило герыча и просто сидят, гоняют и нарушают правила. Будто их вообще не существует. Плюсом каждый из них считает своим долгом сказать админу о том, что у него ещё куча других нарушений, поэтому если ты меня забанишь, то тебе вообще пиздец. Они реально не в адеквате, ребят, с ними по-другому нельзя. Причём за обычное убийство без причины, но на РП или же ФРРП стандартный, тут фиксировано 10 минут, но это хуйня, а не наказание. Ты должен подать жалобы, если тебе что-то не нравится. Нет, я тебе задал другой вопрос. Теперь у тебя добавляется... У тебя добавляется теперь ещё одно нарушение. Что это так скажешь? Неадекватное поведение 12 часов бана. Я выпишу тебе максималку, если ты будешь дальше не отвечать на мой вопрос. Я не буду с тобой нормально разговаривать, потому что ты неадекват. Подожди, я сейчас ББ напишу и всё, ты сейчас хуйней страдаешь, понимаешь? Я не страдаю хуйней. Ты не можешь свою жалобу разбирать. Могу. Теперь у тебя, смотри, последний вопрос. Ты выдаёшь себе нарушение конкретно за ФРРП и РДМ с неадекватом? Мне нужен ответ да или нет. Подожди, подожди, подожди. Куда ты уходишь? Куда ты уходишь? Подожди, подожди. Что ты делаешь? Ты можешь мне ответить да или нет? Ты выдаёшь себе наказание? Я тебе сказал, подожди немного. Я не буду ждать. Я не буду ждать. Я тебе тогда выдаю наказание за админобус, 18 пункт. А, то есть это угроза жалобы мне, да? Ты разбираешь свою жалобу, понимаешь? Спойлер, моя привилегия позволяет мне разбирать такие жалобы. Прикол в том, что мне, например, за это не будет особо что-то. А вот ты намеренно нарушаешь правила и вынуждаешь так с тобой общаться. Итак, у тебя админобус, 18 пункт. С потом наказанием игрокам. Я, я админобус, ты чё, ебать? Сука, ебать, ты конченый, нахуй. Ну так ты меня послушай сначала, прежде чем конченым называть. Смысл меня тебя слушать, если ты разбираешь свою жалобу? Смысл меня послушать в том, чтобы я тебе хотя бы нормально объяснил, в чём твоё нарушение админобус. Если админобус разбирает свою жалобу и меня чё-то вот забавит сейчас за что-то. Сука. Круто тебе, блядь. Ладно, хорошо. Я ты ёбаный ФБА, блядь, тебе разбирает свою жалобу. И он не понимает то, что он нарушает. Битерзи, да, это. Ну, где твой ангел-хранитель? Где ангел-хранитель твой? Он? Привет, Сода. Сода. Здравствуйте. Привет, ты ему ничего не говори, я тебе сейчас расскажу, что-то. Здравствуйте, я хочу сказать свою жалобу. Давай, я... Алло, блядь, что он делает нас? Тише, успокойся. Сука. Привет. Заткни пасть! Правильно я понимаю? Сода, блядь, чё он хуйню творит, алло? Отпустите его, пожалуйста, блядь, ярче. Он ебан? Ты сотри, чё он делает? Он, во-первых, свою жалобу разбирает, блядь. Понимаешь, блядь? Ему по... Ему вообще-то по возможности его этой... Ну, как сказать... Я даже сейчас растерялся. Погодите, ему по своей привилегии разрешено... Не, по привилегии. Ну, по иерархии это немного другое. По привилегии ему разрешено. Супер админ маленькими буквами. Он слишком много разговаривает, я тебе объясню сейчас. Блядь, чё он меня перебивает, блядь? Поправочка такая. Ему сказано стоять лицом к стене, а он какого-то чёрта, если он вот так вот пытается интерпретировать, он какого-то чёрта, при отданном ему приказе стоять лицом к стене, он крутится, куда-то за стенку уходит. Какого хуя, когда ему чел угрожает с оружием в руках, он так себя ведёт. Потом он берёт меня, убивает. У тебя демка имеется? В смысле, докажи? Ты только что это сейчас сам сказал. То, что ты отошёл за стенку. Ты чё, ёбнутый? Нет. Что нет, блядь? Ты да, ты ёбнутый, нахуй. Я на меня не считал. Наебни говна, олух. Ну, блядь, а чё он неадекватно себя ведёт? А как ты себя вёл в самом начале разборки, блядь? Ты полудурок, блядь. Ты чё делаешь, нахуй? Я ещё и неадекват. Вот это да, это пиздец. Так вот, я его тэпаю, говорю ему. У тебя нарушение феррп и рдм. А почему, если ты такой невинный себя делаешь, такой администратор хороший, такой якобы? Тогда скажи, почему ты оскорбляешь на разборку? Скажи мне тогда. Потому что ты себя ведёшь неадекватно, нарушив этим самым ещё правила неадекватно. Ты не отвечаешь на поставленный мной вопрос. Ты мне, блядь, вопрос задал, я тебе отвечаю. В смысле я тебя перебиваю? Ты чё, дебил, блядь? Сука, он вопрос мне задаёт, потом удивляется, когда я на него отвечаю, говорит, что я перебиваю его. У него как, с башкой нормально всё? Давай, короче, я тебя от наху вот так оттащу. Смотри, я его тэпаю, я ему говорю, у тебя рдм и феррп нарушено. Он начинает мне кричать там, обоснуй, обоснуй. Говорю, чё я тебя обосновывать буду? Я администратор в этой рп ситуации увидел нарушение с твоей стороны. Потом я ему всё-таки объяснил вкратце, в чём его нарушение. Я ему говорю, выдавай себе наказание. Просто, ну, 20 минут выдай. Он в итоге начинает мне рассказывать о том, что вот, ты почему-то разбираешь свою жалобу. Я говорю, я тебе другой совершенно вопрос задал. Ответь мне, да или нет. Ты выдашь себе 20 минут бана за эти нарушения? Он мне так же не отвечает. Я ему говорю, это теперь нарушение также правила неадекват. Ты уходишь от вопроса прямого администратора. И его начинает просто рвать нахуй от этого. Я добавляю туда ещё админобус 18 пункт. Вот и всё. Сода, блядь, чё это за херня нахуй? Мне нужно было в комфортной для себя обстановке поговорить с людьми. Ну, комфортно. Смотри, Мадара. Мадара, он имеет право, как использовать админ возможности в РП профессии, ему позволяют применять я. Во-вторых, ну давай, давай. Ну говори, ну давай. Сука, ты администратор, блядь, ты выше, чем вот этот человек, блядь, который... Он супер админ маленькими буквами. Мне без разницы, какой маленький... В плане, так он выше меня сейчас по иерархии. У него наборная, можно сказать, так... Какой, блядь. Прилегий, в общем, такой, да. Мне очень жалко таких блядь. Мне тебя жалко, блядь. Есть фонд какой-то, куда тебе можно пожертвовать рублей 50? Чё он меня, блядь, перебивает? Нахуя не он мне перебивает, скажи мне, пожалуйста. Я, сука, объясняю, зачем ты мне это делаешь? Погодите, бикерцик, бикерцик. Погодите... Это ж жалоба, это хуйня, ничего. Погодите, пожалуйста, бикерцик, пускай он объедет. Хахахахахаххахахахахахахахахахаха. Ты чё делаешь, пидор? Всё. Что? Ты чё сдох? Блял, сдох. Нифига себе, вот это... Вот это, конечно, функционал. Зачем? Здорово. Что? По какой причине ты убил? Ага, то есть ты сейчас разбираешь свою жалобу. Я задал тебе другой вопрос. Да, обуз. Я тебе задал другой вопрос. Я тебя убил по причине, ты вошёл в наш дом, это первое. Второе, ты стоял с оружием, это угрожало моей жизни. Нет, я не видел, кто находится в доме, и я заходил не с целью заранить. Ещё раз, причина какая? Давай чё-нибудь более адекватное. Я знаю, что у меня была такая цель. Это там. Чей надо. Ну, вообще-то в цивилизованном мире существует такое понятие, как что-то обсуждать с кем-то. Возможно, стоило сперва завязать диалог, а потом уже стрелять в кого-то или же угрожать оружием. Ты этого не сделал, ты просто так убил человека. Это РДМ. Нет. Да, это РДМ. Я имею право его убить, потому что он вторгся в мою собственность. Вторгся в открытую квартиру, на первом этаже которой ничего не было и нету никаких обозначений, можно ли входить или нельзя. Не очень причинен. А я что, вы можете заставить ещё что-то? Ну, вообще-то ты хотя бы должен закрыть двери, если ты не хочешь, чтобы туда заходил кто-то. Или же предупреждать, что если вы зайдёте и попытаетесь что-то сделать такое, то за этим последуют, ну, естественно, какие-то свои определённые последствия. Причины убийства не было. Выдавай себе РДМ 10 минут. Один этаж считается общим местом. Хорошо, а теперь... Сейчас я выдам. Волтер, Волтер. Выдавай себе РДМ. Я сейчас выдам, я сейчас выдам. Сейчас выдавай, чтобы я видел. Прямо сейчас выдавай себе РДМ. Я сейчас выдам себе, не бойся. Выдавай, если ты сейчас ещё раз пойдёшь куда-то с кем-то разговаривать, пока я жду выдачи твоего наказания, у тебя будет админабулс, я тебя предупредил. Так, подожди. Выдавай себе РДМ-наказание. В нашу хату я его убил. После этого он стал админом и телепортировал меня сюда. РДМ себе ты выдаёшь, нет? Я тебе объясню всё проще. А, хорошо. Роль, который у него сейчас есть, не официальная роль. Гэмдонат ломан. Поэтому он имеет право разбираться. Я тебе здесь ничем не помогал. Итак, у него теперь добавляется админабулс. Он не выдаёт себе наказание и злоупотребляет свои привилегии и этой ситуации, когда я не могу самому выдать наказание. Если бы я её себе не выдал, я бы левну выбил или бы ушёл. Ты не выдаёшь до сих пор себе наказание за РДМ, это считается админабулсом при просьбе администратора, который разбирает эту ситуацию. В этом случае это администратор я. Выдавай себе РДМ и админабулс. Конкретно пункт я тебе сейчас покажу. Он отказывается, я так понимаю, себя банить или что? Я его попросил, когда мы уже разобрались, что было нарушение правил РДМ, сразу же забанить себя и не тратить время. Он пошёл у кого-то что-то спрашивать и я это считаю админабулсом. Он тянет время, чтобы у кого-то что-то узнать, что уже не имеет смысла. Пойдём, отойдём. Он пользуется тем, что я не могу его сам забанить и прошу его, ну, забанить. Разбаньте его, тэпните у него админабулс, чтобы ему ещё сверху влетело за админабулсом. В итоге этому любителю поспорить сыпали ещё за админабулс сверху. Вы сейчас спросите, а в чём, собственно, был байт? Байт в том, что люди, когда их тэпают на разборку какую-то и предъявляют им за какое-то нарушение, они не смотрят на то, что они нарушили, они смотрят на то, кто с ними разговаривает. Ну, чисто исходя из диалога, когда я говорю, чтобы они выдали себе наказание, они уже для себя делают такой определённый вывод. Ага, значит, он не может мне выдать наказание. Соответственно, я буду пользоваться вот этой некоторой беспомощностью администратора ради своей выгоды, чтобы дождаться какого-то, может быть, знакомого админа или же просто админа, который меня якобы отмажет. И преимущественно таким образом себя ведут именно донатные долбоёбы, а не наборные. Естественно, даже после этого объяснения в комментариях останутся тот твит ребят, который пишет, ну ты, сука, конечно, душный козёл, пиздец, ты стакаешь людям нарушения, но окажись они хотя бы раз на моём месте в такой ситуации, они бы, сука, ссали кипятком от того, что не могут ничего сделать администратору донатному, и он, соответственно, тоже ничего не будет себе выдавать, потому что да пошёл ты нахуй. И что, вы даже после этого будете утверждать, что я просто высасываю из всех возможных пальцев нарушения? Он же сам открыто провоцирует полицию, тем самым нарушая правила. Ну, типа, если хочешь нарушить, то я тебе помогу. Сейчас он подойдёт, я его забачу. Лицом к стене встань. Лицом к стене встань. Лицом к стене встань. Лицом к стене встань. Лицом к стене. Раз. Два. Лицом к стене. Привет, у тебя нарушена правила ФРРП. Что? Выдавай себе наказание. Тебя ставят лицом к стене. Удивительный факт. Если на ДРКРП тэпнуть глухого долбоёба в админ-зону, то у него сразу же магическим образом восстанавливается слух. Это нормально? Я тебе сейчас о другом говорю. С моим нарушением, если оно тут есть, мы разберёмся. Нет, подожди. Ты за полицейского достал меня. Нет, я не буду ждать. Выдавай себе нарушение. Выдавай себе наказание ФРРП. Последнее предупреждение. Иначе будет дальше админ-обус. Время пошло. Дальше ты мне угрожаешь? Ты мне угрожаешь? Нет, констатация факта. Констатация факта. Почему? Я тебя тэпнул и говорю, почему ты нарушил ФРРП. Всё, у тебя админ-обус. Мы уже сошли на том, что ты не хочешь выдавать себе наказание. Выдавай теперь себе админ-обус и ФРРП. Я хочу выдавать. Не угрожаешь этим. Разборка не началась ещё. Мастермен. Я тебе ещё раз говорю о том, что выдай себе теперь за админ-обус. Сутки бана. Мастермен. Мастермен, смотри. Если он отказывается банить, это админ-обус x18. Да, я читаю сейчас. Он не может себе выдать еще админ-обус. По жалобе и по решению администратора. Он просто... Нет, смотри. Варн и админ-обус. Всё, выдавай. Сутки бана. То есть это нормальный чел? Да, но он не имеет права себе выдать админ-обус в Мастермен. Он не имеет права себе выдать админ-обус. Такой, а чё ты на другую тему переводишь, а? А чё ты на другую тему? Ну всё. Не было вот так вот. Диалог не шёл в таком ключе. А что было? Я как только смог к тебе тэпнуться, объяснил, что у тебя нарушение правил эфира РП, я попросил тебя выдать наказание себе. Потому что я этого сделать не могу. Ты ясно на моей демке сказал, что ты этого не будешь делать. Итог, у тебя нарушено АХ18. Я сказал, что я этого не буду делать. Я больше не хочу с тобой разговаривать. Алло, дружище. Дружище. Я не дружище тебе. Я пока этого разберусь. Не дай бог такого дружище иметь, как ты. Ты никто. Потому что я... Можно подумать, ты здесь кто-то. Ты челик, который нарушил правила и не может это признать. Ты чё, чем-то лучше? У меня ещё есть дополнение. Он, будучи бандитом, провоцировал полицейского на погоню или же на какой-то диалог с ним, подходя, спрашивая, прищемил ли я себе яйца чем-то и тут же моментально убегая, чтобы я ничего не мог сделать. Да, это провокация. Вот это незапрещенное правило нон-РП. Хорошо. Фиррп и провокация. Админа Буз. Фиррп и нон-РП. Админа Буз, ты до сих пор себе не выдал наказание за фиррп и другое ещё нарушение провокации. Потому что вы начали разбираться насчёт моего админа Буза. Всё, я не желаю с тобой больше говорить, я жду пока тебя забанят. Команда, ты можешь дать ему бану же наконец-то? У меня нет админа Буза. Убеждай себя дальше. Думай так, как тебе удобно. Я не хочу больше тебя переубеждать. Окей, я тогда пишу волшебное. Ты тогда можешь это волшебное себе в одно место засунуть, либо использовать это вместо туалетной бумаги. Хорошо. Я хотя бы общаюсь не так, как будто у меня яйца прищемлены. Вот с таким войсом. Но я даже несмотря на это могу выстроить какое-то предложение достаточно сложное, которое ты будешь обдумывать около года. Осознай боль. Всё, я жду наказания за его махинациями на Буз. Да закрой ты свой рот, закрой его. Заткни ебало. Я говорю закрой свой нахуй рот, пока я тебе туда не затолкал, не забил, блять молотком свой хуй, чтобы ты подавился. Не было правила одного микрофона. Ты глухой либо тупой. Тебе только что говорили о том, чтобы соблюдали правила одного микрофона. Долго меня оскорблять будешь, дура, тупоголова. Для меня уже оскорбление с тобой находиться на одной жалобе, извините. Причина какая стрельбы? Открытое ношение оружия. Все, еще за христи. Мастер, слушай, тут такое дело, он по факту был случайно прохожим, у него сейчас, сколько помню, это считается на нормальном состоянии, поскольку в будущем сейчас она похожа. Да-да-да, подожди, сейчас пока не тэпайте, ничего не говори, да, я с ним сейчас соло поговорю. Блин, здорово. Алло. Салам алейкум. Здорово, а ты тебя набил? Кого? Ну, людей вообще. Ну, а за что я мог убить людей? Ну, откуда я знаю, я у тебя и спрашиваю. Если нет нормального объяснения, то будет рождение. Ну, потому что они эгистовы. Ну, это к тебе никак не относится. Точно. Точно, точно, и к тебе это не относится. Ты уверен, на все 200 уверен. К тебе это не относится, нет. И каким образом ты уверен в своих словах? Не разводи демагогию, у тебя нарушено правило РДМВ, давай себе наказать. Нет, так ты мне говоришь, что я никак не уместен в этой ситуации, объясни мне свою точку зрения. Я не хочу с тобой спорить, мне это неинтересно, я увидел нарушение, тэпнул тебя, чтобы объяснить. По хуйне, и ты просто, ну, на своей какой-то идеологии хуёвой выдал мне балл. Да, 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 да. Пытайся дальше устраивать, типа, около интеллектуальный диалог насчёт идеологии и прочей хуеты. Ну, с тупыми людьми, я так понимаю, этого не получается. Да, с тупыми людьми этого не получается. Да, с тупыми людьми также не получается нормально провести короткий диалог о том, что они нарушили. С охуительно тупыми людьми тем более, что ты и шкуй не общался. Коим являешься ты. Ты и шкуй не уйдешь, и на этом всё заканчивается. Да, 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 на этом всё заканчивается. Так, я могу объяснить человеку, в чём его... А смысл? Смысл, он не хочет себе выдавать наказание, это уже админобус, тогда уже сутки бан. А я сказал, что я не хочу выдавать себе наказание. Ну, я тебя попросил уже выдать себе наказание за РДМ, что ты делаешь, ты со мной что правильно, споришь. Нихуя ты мне такого не попросил. Смотри, Бандерас, ты был, будучи случайно прохожим, ты увидел, как людей арестовывают человека. Да, потому что я спектрете в этот момент, ты просто подходишь к общаге и начинаешь стрелять. Ты не относился к РПС, никаким образом. Он не относился к РПС. Ты прям уверен в этом? У него на поясе загреблен мессенджер, он мне по мессенджеру написал. Да, прям по мессенджеру написал за секунду. Это все в пределах 10-15 секунд. Ты не мог прийти за такое быстрое время, короткое. Он может дотянуться до своего пояса и написать какое-либо сообщение по мессенджеру. Да, да, стоя при этом в наручниках закованным, серьезно. Ну так естественно, у него наручники как раз таки на таком уровне закреплены, что он может дотянуться до своего пояса. Да, особенно тогда, когда он не стоит, не двигает руками. Вот если ты будешь так доебываться до всякой хуйни и пытаться его оправдать, то я буду делать то же самое. И поверь, ты точно не выйдешь отсюда победителем. Я тебе еще раз говорю, выдай себе наказание за РДМ. Я не собираюсь с тобой спорить. Ну так доебуйся. Зачем? Ну такая-то похуйня получилась. Зачем доебываться, если у тебя уже админобус? Я тебе уже кучу раз попросил выдать себе наказание за РДМ. Так, стоять, Бандерас, у тебя еще махинация. Я только что тетнулся к человеку Ханаку, он сказал, что он тебя вообще не знает. Блядь, кто еще из нас тупой? Так ты еще помимо того, что тупой, ты еще и хуйглот, который пытался нас обмануть. Блядь, сука, когда вас нахуй уже сковородками, блядь, долбоебов таких забьют? Да, закрой пиздак, суй, закрой пиздак свой гнилой. Ну и потом леваю с одной. Ты можешь уже левать. Я с людьми разговариваю, зачем ты свой рот открываешь? Когда я захочу поговорить с животными на их языке, я, естественно, обращусь к тебе. А ты просто понимаешь, когда собака... Я не понимаю животного языка, и поэтому я буду с тобой общаться только с переводчиком, которого я сам оплачу. Я не понимаю животного языка. Ты понимаешь, что после ежедневного языка, я не понимаю животного языка. Я не понимаю животного языка. Что оплата? Спасибо огромное. Какие же они тут все охуевшие, ребят, ну это просто пиздец. И причем почти каждый второй из них администратор. Знаете почему? Да на привилегии. Потому что тут привилегии вот эти админские, они стоят, ну, собственно, нихуя. Вы скажете, Артур, да ты охуел 300 рублей куратор, к примеру. Это достаточно большая сумма, ну, возможно, для кого-то достаточно, но если рассуждать, вот просто отталкиваться от большинства игроков, которые могут или не могут себе позволить. Для большинства это будет очень и очень, ну, такая легкая сумма. 300 рублей дать за куратор. Спермадмин. Я, наверное, возьму спермадмина и буду выдавать челикам просто наказание сам уже. Хотя знаете, что я буду делать? Неплохой такой байт у меня получается. Я тэпаю челика, говорю ему его нарушение. У меня есть демка уже на это все. Прошу его просто забанить себя, и он не слушается. Если он не слушается, он нарушает правила админобуза. Это очень легкий байт. Откуда стрельба была? А, здесь? Че, нельзя было так сделать? Пацаны, а чем вы заняли? Я не знаю. Че? Мы разговариваем о своей вратной жизни. А вы встречаетесь, Тихо? Мы на этом. На... На... На еврейском разговариваем. Пошли. На... Хухуй-хухай. Хухуй-хухай. А, ну выздоравливайте. Продисклоу. А зачем ты оружие достал? Убери. Убери оружие, зачем ты его достал? И так. А мой, ну нахуй. И что? Я с тобой, блядь, щебок традил. Зачем он достал оружие? Какая причина, блять, была того, чтобы доставать оружие, чела убивать? Это просто пиздец. Они необъяснимо тупые. Нет. Слушай. В прямом. Мастерман, а у тебя ебало не треснет? Дружок-долбоеб с админкой моментально пулей просто прилетел в админ-зону и начал мешать разборкам. А это, кстати говоря, тоже нарушение правил. Скажи-ка мне на милость. Так, а теперь давай еще раз заново и вежливее, иначе я тебя нахожу отсюда выкину. Во-первых, у тебя нахожу меня на босс, причем двойной. Это Х4 и, если ошибаюсь, Х4. Я, во-первых, сейчас с человеком разговариваю. Я не понимаю, если я с человеком говорю, зачем сюда лезешь ты? Мыслю уловил, что я тебя за человека не считаю в данный момент. Я говорю с другим человеком. Считаешь ты меня за человека или нет? Я тебе еще раз прошу, последнее предупреждение, без всяких ОСА, ОСАР и так далее. Не мешай мне говорить с человеком. Окей? Хорошо, если ты его забанишь, у тебя будет разборствовать жалобы. Если ты от меня не отъебешься, я без предупреждения посчитаю ОСАР. После того, как ты влетел в диалог, устраивает тебя это или нет? Тебя устраивает? Ты хотя бы знаешь, что такое ОСАР. Я тебя спрашиваю, у тебя это устраивает или нет? Ты пародия на докладного человека. Устраивает, это какой-то МСПМ. Это я тебя предупреждаю. Хорошо, предупреждай дальше. Пожалуйста, посчитай, пожалуйста, правильно. Я тебя попросил, я тебя предупредил. Ты меня не слушаешь. ББ. Ну смотри, я достал ее, потому что я сначала хотел, думал, что ограбить кого-нибудь. Потом ты ко мне забежал. Ну, получается, я бы сначала снизу на этаже, пытался залезть в окно. Ну да, да. Я решил залезть, я решил пойти еще на один этаж. Ты решил ко мне еще залезть, типа. Очевидно, ты хотел что-то сделать со мной. Ну и что я сейчас хотел с тобой сделать? Я же тебе зашел, сказал, зачем ты достал оружие, убери его. Зачем ты его достал? Ты вышел, молча меня убил. У тебя из-за этого будет РДМ, получается, на 10 минут. То, что я просто оружие достал? Нет, но ты без причин какой-то адекватный, корректный, получается, бах. Просто смотри, ты заходишь, типа, как не залезаешь, да, я отхожу. Специально захожу в дом, закрываю дверь, пусть ее оружие. Но я же видел, когда я проходил мимо дверей, что ты уже достал оружие. Зачем? Непонятно. И ты вышел потом, после этого меня пизданок. Смысла нет вообще никакого, понимаешь? Если бы я видел то, что ты чела кого-то ограбил, это еще одно дело. А то, что я просто говорю, зачем ты достал оружие, убери его, ты выходишь, меня убиваешь. Ну, это вообще не причина, на самом деле. Это уже, ну, приравнивается к фрикелу или же РДМу, ну, там подобное. Потому что я думал, что ты меня убить хочешь. Я ГОС, я защищаю людей. Я играл за ГОСа, который защищает порядок. Стой. Так, я недавно с ограблением ушла. Из-за этого я, типа, как-то более боюсь. А, на том ограблении-то меня убили, я же не помню, что было. Я, к примеру, вот, после ограбления мы пошли. Типа, у меня все равно небольшая опасность есть. То, что, типа, вдруг кто-то меня задержит. Из-за этого я боюсь полицейских. Ну, у меня не было почвы для того, чтобы до тебя докапываться. У меня НЛР работал на ограблении, вот это. Я не помню, так что причина все равно не обоснована. Тебе я ничего такого не говорил. Вот он, вот он, молодой. Что такое? О, так, тут у тебя что-то пролетело, у меня что-то хорошее. Я рад, разбор своего жалоба. Так, а он, я не пойму, он, бля, без словесных пиздюлей, как без пряников, что ли, живет? Или тебе еще раз навалять пиздов? Ща, 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 поглади, поглади. Я говорю, сука, нахуй, не мешай мне разбираться с людьми, которые нарушают правила. Тебе что, пиздить надо, чтобы ты понимал? Мне тебя пиздить надо, чтобы ты понимал, когда тебе с тобой на русском языке разговаривают адекватно. Или тебя нахуй посылать, вот через нахуй пошел, ты поймешь, что, ну, не нужно мешать? Ахаха, ну, будет потом смешно, если скрипка. Нет, ты смотри. У тебя ебало, ну как, не треснет, вот как ты у меня спрашивал. Может быть и треснет. Че ты хочешь от меня? Просто ты разобрал жалобу с человеком, с которым ты в РП был. Ну, не такое уж это было РП, знаешь, там до РП не дошло. Че у меня взял, просто пизданул. А ты даже в ситуации не разобрался. Это тоже еще продолжай. Что продолжай? Это ты ходишь за мной, ты второй раз меня доебывает. Я просто тебе хочу объяснить то, что ты считаешь, что это не было РП. Хотя это как раз таки является поставляющей, ну, как поставляю поставляющей. Да, хорошо, блядь, давай, театр абсурда, начинай. Какое ты РП увидел в ситуации, когда челик на ровном месте взял кого-то пизданул? Молча причем. Какое ты нахуй тут РП увидел? У окулиста давно был, нет? Чел на ровном месте нарушил правила, какое здесь РП ты видишь. За что ты, блядь, пришел мне качать? Я тебе сейчас объясню просто, что произошло. Этот вот долбоек, получается, что он сделал. Меня в отеле чел за бандита загасил. Молча причем, когда я просто попросил убрать оружие. Ну, непонятно было, зачем он его достал. Чел даже претензий ко мне не имеет, ну, который нарушил правила. Я ему доступно, адекватно объяснил. Он улетел на 10 минут за РДМ. Я только-только тэпнул челика, который рядом, вот как раз с ним, с тем, который меня убил. Вот эта вот приблуда была. Он тэпается ко мне в админ профу и начинает мне тут раскачивать за то, что ебало у тебя не трест. Кто-то такой, блядь, чтобы разговаривать. Я, сука, с тобой диалог какой-то завел, нет? Я сказал, я с человеком разговариваю, зачем ты конкретно лезешь, если я говорю с человеком. С этого момента ты еще не понял, что я тебя за человека вообще нахуй не считаю в этой ситуации. Если ты встреваешь вот так. Как бы мне особо плевать считать меня за человека или нет. Как бы мне особо плевать, но ты в этот же момент, сука, все равно сидишь в без 15 час ночи, блядь, ты мне сидишь качаешь опять за какую-то хуйню, на которой тебе, по твоим же словам, плевать, блядь. С логикой дружишь, нет? Просто мне не нравится, когда, например, люди переходят через AdJob, например, за свата, хотя при этом так делать нельзя. Тебе это дискомфорт какой-то достало, а тебе играть помешало этим? Относительно. Каким образом? Ты не можешь профу взять админа без этого? Или ты не можешь профу взять этого свата, если я беру через AdJob, а? Тебе это каким образом мешает? На серваке, сука, онлайн 20 или 30 человек, но может быть даже меньше. Каким образом тебе, блядь, это мешает? И раз тебя это так сильно задело, ты пришел мне ебать мозг, когда я с человеком разговариваю касаемо его нарушения. Говорю, ты адекватный, нет? В час ночи ты мне сидишь тут мозги ебешь, а потом еще говоришь то, что тебе на это пофиг. Ну так пофиг, пиздуй, дальше играй там за какую-нибудь профессию. Или же летай вон по горке. Ты дальше что хочешь от меня? Алло, прием, прием. Ты вообще тут, нет, или ты уже все в осадок выпал? Да, да, да. Я тут. Что ты хочешь, я тебя спрашиваю? У меня висел варн, создается админа, после чего я покупал себе супер админку. У меня ее снимали. У тебя не снимали админку. У тебя не снимали админку. Три дня бана, ребят. У тебя варна остается, у тебя вот три варна. Три дня бана и что еще? И все, и подача. Варна, плюс снятие с должности администратора. Тогда ждем уже снятие. Ну должны вроде бы... Блин, он как-то слишком резво отлетел у меня. Он вроде бы ничего такого не сделал, но он столько хуйни наделал. Он буквально за пять минут себе наговорил нахуй на снятие. Это просто пиздец, как правило, устроит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok